Узники, уважаемые гости, традиционную ежегодную встречу, посвященную всем узникам концентрационных лагерей, разрешите считать открытой. Слово для приветствия предоткопляется Елене Георгиевне Грибун, председателю общества «Память для будущего». Сегодня мы вспоминаем героические дни Бухенвальда, и я хотела бы вкратце рассказать, что такое было в Бухенвальде. В начале апреля 1945 года 3-я американская армия находилась недалеко, в 18 до 60 километрах от Бухенвальда. В течение трех дней уйдет Бухенвальда снарядована для спасения жизни 5 тысяч советских военных лет, оставшихся живых в Бухенвальде, Интернациональный комитет танцлагеря Бухенвальда. 8 апреля узнал 1945 года, что предстоит, что лагерь будет ликвидирован. 8 апреля они подали радиограмму в эфир. Нас хотят ликвидировать, нас хотят расстрелять. «Просим немедленной помощи». Радиограмма три раза повердовалась на английском, немецком и русском языках. Время шло, а помощь так и не приходила. Ликвидация лагеря была намечена на 11 апреля на 17 часов. Польный комитет танцлагеря Бухенвальда своим решением решил, что умирать или нет. В 15 часов и 15 минут они подняли вооруженное восстание. Но это громко сказано, вооруженное восстание. Какое может быть вооруженное восстание, когда у арестованных. Они, узники, разрушили охрану лагеря. Так были спасены десятки тысяч обреченных на смерть в узниках концлагеря Бухенвальда. В связи с этим трагическим событием в 1945 году и в честь 50-летия победы во Второй мировой войне решением Организации Объединенных Наций и ОБСЕ в 1995 году был объявлен Всемирным годом народу, памяти народу, жертву Второй мировой войны. А день 11 апреля объявлен Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей, которые ежегодно отмечаются мировым сообществом. На это трагическое место танцлагеря Саласпелс приехали сегодня из разных городов и районов Латвии узники. От Лепаи до Явка пился, не до Угопился. Все представители всех общественных организаций приехали сюда. Мы сегодня склоняем свои седые головы. Перед светлой памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Кто не дожил до наших дней, прошу вас минуты молчания почтить память погиб.